В Сехах объединяет ответственность перед Родиной, желание ее защитить и бесстрашие, с которым они пришли на военную службу. Их называют «крылатая пехота» и «голубые береты». Хотя этот головной убор ветераны ВДВ теперь надевают только на праздник 2 августа. Обязательно в этот день на площадь памяти приходит и Павел Куркин, ветеран спецназа. Свою военную службу и боевых товарищей не забывает, и память о них несет через года. Это самые яркие годы и самые яркие эмоции, ведь уходя из этой жизни, мы даже свое бренное тело оставим на этой земле и унесем только эмоции. Вот армия – это самые яркие эмоции в жизни. И если тот простой военный порядок перенести на гражданскую жизнь, ну поверьте, здесь будет больше порядка и меньше бардака. История воздушно-десантных войск началась в 1930 году. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было выполнено десантирование с помощью парашютов. А во время Великой Отечественной войны уже было 5 воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях и не раз проявляли массовый героизм. Они воевали в горячих точках, а сейчас участвуют в специальной военной операции на территории Украины. В этот святой для каждого десантник и день хочется вам пожелать мирного неба, голубого, здоровья, удачи во всех ваших начинаниях. А нашим братьям, которые находятся за ленточкой, быстрее одержать победу, столкать в норы эту нечисть, вернуться домой живыми и здоровыми. В этот день ветераны и члены семей военнослужащих по традиции обязательно возлагают цветы к памятнику воинам-интернационалистам, поминая павших товарищей и своих близких. Мы воевали не за деньги и не за награды, что дала нам страна. Мы русский десант, а это значит, за нами Родина одна. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.